Всем привет! Сегодня у нас видео о пополнении нашей коллекции Сегодня мы пополнили нашу коллекцию новыми животными Ну, скажем так, не сегодня Это было где-то, наверное, недельку назад недельку-полторы Сегодня решили снять видео по этому поводу Но сегодня не только мы расскажем про наших животных новых но и поговорим о содержании ядовитых животных вообще дома Выскажу свое мнение Вы можете высказывать свое мнение в комментариях под этим видео Значит так, начнем мы с первого скорпиона Первый скорпион Желтый толстохвостый скорпион Леандректонус аустралис Значит, сейчас небольшая зарисовка о его распаковке и не забегаясь Сверху Насколько, если это нужно, Взлажет О чем мы, вам понравилось? Сверху Не doubt Немного Немного Итак, наш желтый толстохвостый скорпион Вот он у нас здесь Все снимаем крупным планом Он еще пока маленький Как нам сказали, это третья линька Хотя почему-то это третья линька Меньше, чем вот хотимтота-хотимтота Которого мы вам показывали Несколько роликов назад Ну, скорпион, чтобы было понятно, что он живой Ой-ой-ой О, нервничает Ладно, сильно его не беспокоим Значит, что это за скорпиончик? Ой-ой-ой Видим, по стенкам не бегает, это очень важный момент Скорпион один из самых ядовитых в мире То есть это такой скорпион, от которого ежегодно умирает какое-то количество людей Но важно отметить, что умирают эти люди именно в дикой природе Там, где не наступают на взрослого скорпиона В основном умирают дети, старики Ну и если взрослый человек, то тот, который слаб здоровым Зачастую происходит так Ну, важный момент Периодические люди постят сообщение о том, что их кусал такой скорпион в домашних коллекциях То есть при неаккуратном обращении Если не соблюдается техника безопасности Скорпион вас может укусить Ну, как укусить, ужалить Значит, из тех, которые написали Ни одного смертельного случая Понятно, что те, которые отправились в мир иной Ничего уже не напишут Тем не менее, нужно понимать, что даже самые опасные скорпионы Вот перед вами самый опасный Один из самых опасных скорпионов в мире Даже вот такие скорпионы Они... Значит, давай немножко так сдвинем А, плохо, давай, наверное, подержу Да, я возьму на свои руки телефон Потому что оттуда не очень удобно его снимать Даже такие скорпионы Не обязательно послужат проблемой для человека Для его здоровья Поскольку яд не всегда выпускается в полной мере То есть это может быть вообще сухой укус, условно говоря То есть ужеление То есть скорпион вас ужалил Но при этом яд не выпустил Второй момент Скорпион ужалил, но яда выпустил немного То есть поболело, перестало И в крайних случаях, то есть крайне редко Но тем не менее, такое бывает Взрослый скорпион ужалил там Человека У которого были болезни какие-то Который был либо уже пожилой То есть уже у него здоровье не то Либо какой-нибудь небольшой там Малый ребенок там до 8-4 лет Вот в этом случае действительно могут быть проблемы со здоровьем Но такое бывает крайне редко Тем не менее, из большого числа случаев ужаления Понятно, что какое-то количество человек Получает именно такое количество яда И является, то есть попадает в группу риска Собственно из этого и происходит смерть Для взрослого человека Такие скорпионы, ну то есть тоже опасны Вроде бы описываются случаи В разных источниках по-разному В одних написано, что для взрослого человека безопасен Но будет мучиться Для других написано, что Ну бывает крайне редко, но бывает смертельный случай Я так думаю, что эти случаи связаны скорее всего С тем, что человек был чем-то болен Вот такой вот скорпиончик Пока еще маленький, должен вырасти побольше, конечно же Вот Про содержание в домашних условиях таких животных Мы поговорим чуть попозже И второй скорпион, о котором мы хотели сегодня поговорить Второй из нашей коллекции Этот я, с вашего позволения, поставлю в сторону Чтобы, не дай бог, не перекинуть Второй, это самый токсичный в мире скорпион Вот он Лейрус кенкистриатус Лейрус кенкистриатус Другое название у него Израильский скорпион Либо Желтый скорпион Лейрус кенкистриатус Вот так вот. Его особенность в том, что он, во-первых, самый токсичный, обладатель самотоксичного яда, но при этом от него не умирают больше всего людей, возможно, из-за того, что просто с ним меньше сталкиваются. И еще его особенность такая уникальная в том, что этот скорпион, то есть яд от этого скорпиона считается самой дорогой жидкостью в мире. Ну, по крайней мере, сколько я не искал информацию в интернете, пишут, что так. Из него производят препараты лекарственные для серьезных заболеваний. И, опять же, для тех, кто собирается заводить вот такого скорпиона для того, чтобы зарабатывать на его яде, сразу говорю, это идея плохая. Это делается в профессиональных лабораториях, там, где яд могут нормально высушить и, собственно, качественно обработать для того, чтобы в дальнейшем продать его, ну, собственно, заказчику. Человек, который просто будет разводить самостоятельно, ну, вряд ли что-то сильно заработает. Опять же, для того, чтобы заработать достаточно много на таком скорпионе, вам понадобится не один скорпион, вам понадобится целая ферма таких скорпионов. И придется доить его каждый день. Опять же, каждая дойка скорпиона, то есть, ну, сцеживание его яда, это риск получить его укус. Напомню, скорпион самый токсичный в мире и потенциально смертельно опасный даже для взрослого человека. То есть, гипотетически, по крайней мере, так. Опять же, для детей, для взрослых больных людей и для стариков, конечно, такой скорпион может быть, ну, смертельно опасным. Но укусы смертельно опасны в сравнении с другими укусами, более безопасными, они редки. То есть, там небольшой процент случаев, когда жалит скорпион такой, и человек умирает. Другое название у него, Dead Stalker, что в переводе, ну, там, ловец смерти, охотник за смертью, либо смертельный охотник, ну, как-то так вот можно перевести. У Андрактонуса другое название его еще называют убийца мужчин. Ну, собственно, из-за его токсичности яда. Вот такие вот два скорпиончика. Обратите внимание, что находятся они, вот, террариум. Покажи, пожалуйста. Террариум высокий, здесь 20 сантиметров. Даже когда он вырастет, песка тут недостаточно. То есть, скорпиончик любит это рыть, песок, поэтому мы ему тут насыпали 2 сантиметра песка. Желательно, конечно, больше. Вот. Пополз. Ну, в общем, нюанс в том, что террариум должен быть высокий для того, чтобы скорпион не мог выбраться. Он опирается на свой тельсон, ой, на метасому опирается, то есть это в народе так называемый хвост, хотя это на самом деле не хвост, это часть его туловища. Вот. Он может опираться на свою метасому и вот как на, не знаю, как на палке, вот пытаться оттуда выбраться. Но здесь расстояние большое до верха, поэтому выбраться отсюда не получится. Кроме того, все это дело дополнительно накрывается крышкой с вентиляцией. То есть, тяжелая крышка, которую скорпион попросту не сможет сдвинуть. То есть, двойная защита. Первая высота самого террариума, вторая крышка. Ползать скорпионы по стеклу не умеют. Да, не сказал, в чем мы держим, но, собственно, нашего убийцу мужчин. Вот. Вот такая вот баночка, чтобы было понятно высота ее. В сравнении со скорпионом. Как только он немножечко подрастет, он приедет автоматом, собственно, в террариум. В террариум с такой же высотой стенок. То есть, вот. Это я взял, нам когда-то паука передавали в такой банке. Не стал брать другую. Тут есть дырочки. Есть предположение, что скорпион может по этим дырочкам забраться наверх. Ну, во-первых, мы всегда накрываем его крышкой. Вот. Во-вторых, даже если мы забудем это сделать, ну, нельзя исключать таких моментов, забраться по вот этим дыркам он может, но дальше, ну, никак. Ну, просто не дотянется до верха в этом возрасте, даже если полиняет. Ну, я думаю, что через линьку, вот на следующей линьке, либо через одну, мы уже присадим в нормальный террариум. Тоже перестраховка для того, чтобы животное не сбежало. В отличие от пауков, которые бегают по стеклам, и от змей, которые могут выползти из террариума, вот скорпионы в этом плане даже не стоят на свою там смертельную опасность, ну, потенциально смертельную опасность. Они проще в содержании, поскольку их можно вот посадить в такой вот контейнер, работать с пинцетом и не беспокоиться, что он там прыгнет на вас и вас укусит. Хотя бывают такие скорпионы, которые стреляются ядом, ну, с такими можно работать, то есть просто надев какие-нибудь пластиковые очки, чтобы вам яд в глаза не попал. Вот, при работе с такими скорпионами, если вы не хотите получить ядовитый укус, хотя это не укус, желательно пользоваться длинным пинцетом, ну, кисточкой и прочее. Поменьше лезть туда руками непосредственно. То есть вот нужно забрать паилку оттуда, берем пинцетик, достаем, нужно поставить обратно, ставим. Опять же, такому скорпиону желательно положить камни, какие-то укрытия, чтобы он мог за ними, под ними зарыться, залезть в щелики, спрятаться, чтобы чувствовалось себя комфортно. Ну, об этом, я думаю, мы расскажем где-то, может быть, через год, через два, когда некоторое время его посодержим, увидим его подводные камни в его содержании, какие-то нюансы, и если он у нас все-таки выживет к тому времени, останется жив, то мы расскажем про его содержание. Ну, а сейчас поговорим с вами, поговорим с вами о том, почему мы держим ядовитых животных, и как же так, почему мы такие негодяи, а соседи, а случайно попавшие люди могут пострадать от этого и прочее, прочее. А ты узнавал, соседи, они не против, ты будешь держать собаку. Мама перекатилась и вылетела на проезжую часть. Они зверели, вылетали и кусали всех подряд. Вот, пожалуйста, получите труп. Продействие пешком, это полезнее для здоровья. Опять, так-так-так-так-так-так, вождение, какие-то знаки, соблюдение правил. Не, никаких. Знакомого, говорит, показывают, плываю, плываю отсюда. И начинаются у него какие-то конвульсии. Таких случаев, на самом деле, очень-очень много. Никто не вопит, все нормально. Но нет, ребята идут им зашибись. Вот и все.